В Украине война, отношения Франции и России осложняются. Последний раз, через несколько дней после обмена информации между министрами обороны Франции и России, после событий в Крокус-Сити-Холле. В процессе диалога со стороны России говорилось о надежде о том, что французские службы не причастны к теракту. На фоне этого Макрон раскритиковал Россию за угрожающие речи. Министр иностранных дел Стефан Сижурне заявил, что с представителями России больше не о чем говорить. Французский посол был вызван на разговор в связи с этими заявлениями, неприемлемыми для Москвы. Что вы об этом думаете? Как оцениваете отношения двух стран сегодня? Слушайте, это правда, что отношения сейчас на дне. Я слежу за франко-русскими отношениями уже 50 лет. И могу сказать, что хуже, чем сегодня, еще не было. И в последнее время президент Франции допустил несколько промахов, которые еще больше осложнили отношения между странами. Могу назвать как минимум три. Анонс отправки солдат французского легиона в Украину. Фиаско, от которого открестились все его партнеры. Далее эта идея с перемирием на время Олимпийских игр в Париже, куда российские атлеты не были приглашены. И третья, это чудаковатое приглашение на церемонию 80-летия высадки в Нарманди без президента Путина. Приглашение это можно воспринимать только как ругательство, оскорбление. По моим сведениям, на него официально не ответили. Но несложно догадаться, какой будет реакция. Раз уж мы говорим о российской стороне и неприемлемых предложениях, и, как вы сказали, промахах со стороны Франции, не были ли такими промахами слова Шойгу о возможном участии Франции в теракте, который взяли на себя исламисты? Слушайте, я думаю, что я оставлю Шойгу его право свободно говорить, поскольку часто это вырванные фразы и нецелая стенограмма беседы. Но думаю, что его могло задеть то, что это было одностороннее заявление о непричастности, а могли позвонить и сказать «Слушайте, это ИГИЛ, они устроили это». Сначала нужно было, с самого начала, в России были сомнения, мы начали расследование, которое еще идет, и это правда, что убийцы, устроившие этот теракт, исламисты, и было официальное заявление от ИГИЛ. Да, но, но нам нужно знать зачинщиков, и тут расследование не завершено, но уже показывает, что корни этого в Украине, в любом случае, и некоторых других странах, не думаю, что Франция, скорее американцы. Кстати, заметил, что после визитов вроде Меркель и Олланда в Киев всегда что-то происходит. Это ваше предположение? Только догадки? Это сомнения, конечно, да. Все это с начала войны прошло уже два года. Вы говорите, что Владимир Путин уже победил. Тем не менее, Европа едина в поддержке, Украина ждет поставки F-16 в этом году. По данным британской разведки, есть такие цифры, что каждый день с начала войны у России тысячи человек ранены или убиты. Если Россия говорит, что мы победим в этом году, может быть это из-за страха того, что потом это будет сделать намного сложнее? Вовсе нет. Думаю, что если говорим, что победим, мы в этом уверены. Просто потому, что мы сильнее. У нас нет проблем ни с боеприпасами, нет проблем с оружием, ни с людьми, в отличие от Украины. Все, о чем вы говорили, это лишь обещания, которыми кормят Украину. И в любом случае, в этом году, или в следующем, или позже, Россия победит на поле боя. И замечу, что печально видеть, что европейцы еще не поняли, что они спускают деньги в трубу, это потерянные деньги, в отличие от американцев, они умнее. Они деньги на Украину дают сами себе, в производство оружия, инвестиции, а европейцы ничего такого не делают. Но они все равно дают деньги на защиту, чтобы отражать вторжение России. Слушайте, если брать войну, как вы говорите, в Украине, вспомните причины. Посмотрите на 2014 год, где госпереворот в Киеве, в результате которого ультранационалисты пришли к власти и выдали первый же закон, который они приняли. Это был запрет русского языка в Украине. Он не был реализован? Был, был. Это породило волнение русскоязычных граждан, которые составляли половину населения Украины. Потом был крымский референдум, Донбасский, и вы знаете, что дальше. Незаконный. Я считаю, что то, что некоторые называют российской агрессией, это попытка восстановить мир, поскольку 8 лет жителей Донбасса каждый день были под бомбардировками. Украинцы проводили их и называли это антитеррористической операцией. Вы говорите о гражданских. По данным ООН, за эти годы на юго-востоке Украины погибло порядка 14 тысяч, большинство из них военные. В этом свете ждете ли вы конференции по миру в Швейцарии при участии Китая? Шольц надеется, что Китай надавит на Россию. Мы ничего не ждем, потому что это цирк. Как можно что-то урегулировать без участия России? Это посмешище. Да и я видел обмен мнениями между Шольцем и китайской стороной. Последние очень осторожны. Они точно не будут навязывать России этот мир, который ей не нужен. Думаю, что в итоге мир будет, безусловно, но на условиях предложенных России, которая победит. Люди, конечно, коль хотят, собираются, но это бесполезная конференция. Немного времени осталось, чтобы затронуть обвинения Европы в связи с приближающимися выборами. Информационные вбросы увеличиваются со стороны пророссийских сайтов. Наш канал тоже пытались дискредитировать. В марте распространялся фейковый репортаж по каналам в Телеграме, связанным с Россией. Можете ли вы это прокомментировать? Что я могу сказать, пока я тут во Франции, я вижу фейки о России каждый божий день. Не могу говорить о вмешательстве российской стороны, к тому же это немного смешно. Вмешательство России существует только в контексте альтернативы, которую представляет Россия, отличное от того, что происходит в Европе. Люди могут это видеть. Состояние экономики России сегодня лучше, чем в Европе. Люди живут лучше. И это может как-то повлиять на голоса людей здесь, конечно. Но никакого прямого вмешательства не существует. Но это скромно, на мой взгляд. Я так думаю. Что ж, спасибо за встречу, Александр Орлов. Напоминаю зрителям, что вы экс-посол России во Франции с 2008 по 2017 год. Удачи вам.